ЧП в Ростове-Великом Сам депутат связывает инцидент с активной общественной деятельностью. В Ростовском районе Капралов борется с незаконными игровыми клубами, наркопритонами и распространителями курительных смесей. А вот история со стрельбой в Завозском районе Ярославля получила свое продолжение. По итогам проверки в отношении стрелявшей женщины, возможно, возбудят уголовное дело. Напомню, жительница дома номер 4 по школьному проезду, узнав об измене мужа, открыла стрельбу из окна собственной квартиры. К счастью, в руках у нее было не огнестрельное оружие, а травматическое. Никто из людей не пострадал. Одна из металлических пуль попала в стекло патрульного УАЗа. Теперь для отчаявшейся жены такое экстремальное развлечение может обойтись уголовным преследованием. Женщина злоупотребляет спиртными напитками. Состоит на учете у участкового уполномоченного полиции. Ранее привлекалась к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Ярославские таможенники задержали крупную партию наркотиков. В нескольких посылках были капсулы, всего 800 штук, общим весом 240 граммов. В капсулах находилось сильнодействующее вещество, но какое именно, в интересах следствия пока не разглашается. Получатель груза – житель Ярославля. Он заказал наркотики через интернет. И теперь ему светит от трех до семи лет лишения свободы и миллион рублей штрафа. Изъятая партия наркотиков стала одной из самых крупных в этом году. Пожар в деревне Большое Марьино Даниловского района. Накануне соседи заметили, что в доме, где проживает пенсионерка, бушует пламя. Они же и вызвали пожарных. 75-летнюю женщину из дома вывезти успели. Она практически не пострадала. А вот дом спасти не удалось. Он выгорел полностью. Пенсионерке оказана медицинская помощь. Причины возгорания выясняются. Еще одно происшествие в Даниловском районе. 47-летний житель села Дмитриевское демонстративно пытался покончить жизнь самоубийством. Он сообщил о своем решении родственникам и односельчанам. И на глазах у них нанес себе несколько ножевых ранений в живот. На место была вызвана полиция и скорая. Мужчина в цели суицида. Нанес себе телесное повреждение. Ножевые ранения в область живота, где был экстренно доставлен прием на отделение Даниловской ЦРВ. Мужчину спасти не удалось. Внимание, поиск свидетелей. 11 сентября около половины шестого вечера на переклестке Ленинградского проспекта и улицы Елены Кулисовой произошло ДТП между автомобилями Нива Шевроле серебристого цвета и Хёнде Санта-Фе темного цвета. Просьба откликнуться очевидцев с видеорегистратором. Телефон указан на экране. Вознаграждение гарантируется. Горантируется.